Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец. Вы смотрите Честный обзор. Я настаиваю на том, что все мои обзоры честны. И пусть это субъективное мнение, основанное на моих личных ощущениях, но тем не менее я являюсь продвинутым пользователем, а не просто человеком, который впервые держит в руках какой-то гаджет. Кроме того, у меня нет ни малейшего желания обманывать своих подписчиков. Я абсолютно честен перед вами. И все мои гаджеты я покупаю сам, либо беру у друзей, в том числе владельцев магазинов, которые не просят меня хвалить тот или иной гаджет. И лишь упоминание о магазине может сказать вам о том, что я с ним сегодня работаю. Итак, сегодня мы рассмотрим Samsung Gear S3. Наверное, самые классные умные часы на сегодняшнем рынке. Не потому что это компания Samsung, а потому что передовая технология. Смотрите все детали прямо сейчас, в нашем честном обзоре. По сути, чтобы описать, что такое умные часы, простому человеку, который не понимает, что это за фигня, я могу сказать только одно. Это телефон на руке. Есть в нем все те же самые функции, что в телефоне. И GPS, и Wi-Fi, и GPRS. Можно с него звонить, можно пользоваться ими автономно. Но вообще они призваны работать в связке с телефоном. То есть, например, вы пришли в какое-то заведение, в кафе. Оставляете телефон бармену на подзарядку, а сами сидите с друзьями в 10 метрах от своего телефона. И тут раздается звонок, который на телефоне не отображается. Вибрация приходит на ваши часы, вы даже не отвлекаете всех этими сигналами. Вы либо читаете сообщение, либо отвечаете на звонок в то время, как телефон заряжается где-то там. Это очень освобождает руки. Например, выхожу я с супермаркета с полными сумками. У меня обе руки заняты. И тут звонок. Я беру носом, принимаю звонок, делая свайп по экрану, по дисплею часов и разговариваю. Очень удобно. Меня слышно, мне слышно. Давайте начнем со сравнительной характеристики трех моделей. Gear S, Gear S2 и Gear S3. Самая фейловая, ну то есть самая провальная модель была Gear S2. В ней не было громкоговорителя. Да елки-палки, я привык разговаривать через часы, поднимая их вот так в руке. И это очень удобно. Именно поэтому они являлись максимально удобным гаджетом. В Gear S эта функция была реализована. Кроме того, там есть сим-карта, которую можно вставить. Обычная наносим. Кроме того, там есть датчик ультрафиолета, который мне необходим, поскольку я белокожий. И на южном солнце у меня начинаются проблемы, если я выхожу в самую большую активность ультрафиолета. Для меня этот датчик, ну просто мега спасение. Водонепроницаемость первой модели часов Gear S на высшем уровне. Они у меня искупались в трех соленых морях. Одно из них Красное море. Вы не понаслышке знаете, насколько это море горько-соленое. И с ними ничего не произошло. Не только пресная вода, но и соленая вода, которой не боятся Gear S. И вот какой в них недостаток. Немножко тормозная система Tizen, которая была первого поколения, наверное, еще Tizen. И, ну в общем, недостаточная плавность картинки. Уж не такая крутая, как у Gear S3. И это для меня тоже важно, но при этом очень высокое разрешение. Гнутый дисплей, что вполне логично в данном решении. Единственное место, где нужен гнутый дисплей, это действительно часы, потому что они облегают руку. И, конечно, вот эта круглая прямая форма часов S2 и S3, она не совсем удобна. Gear S, они облегают руку достаточно плотно, и даже когда я ее туда-сюда вращаю, они не болтаются, как говно в проруби. А что касаемо этих часов S2 и S3, то они болтаются. Еще одним недостатком Gear S является несовместимость с телефонами других устройств. И это большой прокол, я считаю. С одной стороны, Samsung хотели привлечь внимание только к своим телефонам, и это понятно. С другой стороны, это решение себя не оправдало, и люди все равно не покупают телефоны Samsung ради часов. Это понятно. Многие предпочитают китайские бренды Meizu, Xiaomi, и с удовольствием купили бы данные часы, если бы они были совместимы с этими аппаратами. Переходим к модели S2, на мой взгляд, самой провальной из всей линейки. Причина очень простая. Отсутствие сим-карты. Да, она электронная, но для чего? Непонятно. Соответственно, разговаривать по этим часам можно только при помощи гарнитуры. Ну давайте еще какое-нибудь устройство придумаем. Например, звуковую карту, которую можно будет таскать с собой для того, чтобы расшифровывать сигнал. Гораздо лучше, когда все объединено в одном устройстве. И говорилка, и все датчики, и удобство, и автономность. По всем характеристикам из всех этих моделей, конечно, выигрывает Gear S3. В них есть все, что вам нужно. Первое, это говорилка. Вы можете разговаривать через часы. Второе, это датчик, который измеряет высоту и даже подсчитывает количество ступенек, на которые вы сегодня поднялись, тем самым стимулируя вас к движению. Что тоже очень классно. В них есть датчик давления атмосферного. Не поверите, но они предупреждают о смене погоды. И вы можете понять, почему вас сегодня как-то штормит. Это потому, что давление атмосферное скачет, воздействие на человека. Недостаток часов Gear S3 заключается в отсутствии сим-карты. С одной стороны, вы скажете, что она там есть. И это правда. Но это электронная сим-карта, которая в России не поддерживается. А то, что у нас не работает, для нас не существует. Поэтому вот он недостаток. Достоинство. Это автономность. Они работают дня 4. Лично я свои Gear S выключаю на ночь. Они у меня держатся 3 дня стабильно. Но зачем они будут работать ночью? Я их выключаю не ради экономии энергии. Я их выключаю, потому что они мне, ну, не нужны ночью. Пусть они будут выключенными. И зато 2,5 года, сэкономив ресурс аккумулятора, я ими пользуюсь. И обратите внимание, царапин на стекле практически нет. Несмотря на то, что стекляшка выпуклая. Что же касаемо Gear S3, то здесь экономить аккумулятор не нужно. Хотя, конечно, имеется режим экономии энергии. Они и так работают очень долго. 4-5 дней стабильно таки работают. При этом вы можете их постоянно использовать. И это нормально. У Gear S3 существует два типа моделей. Это классическая с кожаным ремешком, очень красивым, дорого смотрящимся, действительно качественным. Они смотрятся как классические часы. И вы знаете, единственный недостаток этого решения в том, что кожаный ремешок нельзя мочить в соленой воде. Кожа испортится. Что же касается спортивной версии часов Gear S3, то она не боится купания в морях, где угодно. И вы можете позволять себе мыть руки, не боясь намочить часы. Вы можете мыться в этих часах, как делаю я. И с ними все в порядке. А теперь давайте я расскажу о характеристиках часов Gear S3. Начнем с разрешения экрана. У всех моделей это Super AMOLED. 360 на 360 точек разрешения дисплея у S3. И этого недостаточно. Потому что, когда стрелка часов занимает какое-то диагональное положение, например, показывает 1 час, то она состоит из ступенечек, из пикселей. Даже в Gear S первой модели никаких ступенек нет. Количество пикселей оптимальное. Плотность их высока. Я вижу ровную реалистичную стрелочку. Здесь же при детальном рассмотрении вас ждет легкое разочарование. Частота процессора, пожалуй, что не увеличилась. 1 ГГц двухъядерный процессор. Да больше оно и не нужно, иначе бы потребление энергии возросло, а значит и автономность бы тогда уменьшилась. Объем памяти 0,75 ГБ. Этого недостаточно. Встроенная память 4 ГБ. Из них доступно всего полторушечка. Под mp3 файлы, под фотографии. В общем, бесполезный балласт, по сути, который никто не использует. Но если вы, допустим, бегаете с часами, то вполне можете на полтора ГБ закачать музыки. Этого просто по уши. Более чем достаточно. Из датчиков присутствуют все те же акселерометр, гироскоп, датчик пульса, барометр, датчик внешней освещенности. Физические характеристики. 63 грамма веса. Размер, ну, я думаю, что нет смысла. Стандартная емкость аккумулятора 380 мАч. Он, конечно, несъемный. Производитель обещает 3-4 дня без подзарядки. Реально хватает на 5. Выключайте на часы и на 6 хватит. Я уверен. Удобное колечко управления. Назвать удобным я все-таки побоюсь, потому что, ну, как-то не очень удобно оно цепляется. Хотя управляет очень классно и красиво. И это приятное решение. Я думаю, что оно очень даже верное. Но мне гораздо удобнее пользоваться сенсором, который более точен, более чувствителен. Его не нужно крутить, не нужно специальным образом поставлять руки. В общем, сенсор все-таки удобнее. У вас есть два варианта. Либо кольцо крутить, либо быстро сенсором ткнуть туда, куда вам нужно. Различные приложухи, которые помогают вам следить за тем, сколько вы выпили кофе, сколько вы выпили воды. Кофе очень вредный напиток. И он влияет на бессонницу. Он влияет на раздражительность. Вы можете поначалу не замечать этого, но это вредный напиток. Одну чашку в день более чем достаточно. И то желательно в первой половине дня. Иначе может отразиться на вашем ночном сне. И чем вы старше, тем больше отражается. Что касаемо воды, ее пить нужно много. Причем чистую воду, а не чай. И вот эти часы стимулируют нас к тому, чтобы мы пили больше чистой воды. Это приятно. В Gear S3 устанавливаются различные приложухи. Для вашего интереса даже игры есть. Но это ерунда. Все, конечно, кто в эту фигню играть-то станет. Самое главное их удобство. К умным часам привыкаешь настолько, что без них уже себя не представляешь. Я лично полностью отказался от всяческих механических часов в пользу умных, которые действительно очень сильно выручают. Рассказывать больше нечего. Все остальные функции обыденные. Попробуйте взять свой телефон, перечислите весь функционал. И у нас будет в часах все то же самое. Они дублируют телефон в компактной форме, с обрезанными функциями. Ну то есть WhatsApp в эти часы не установишь. При этом сообщения с телефона, которые поступают на WhatsApp, они могут показывать и даже можно отвечать, посылая сигнал на телефон. И уже тот телефон передаст сообщение через WhatsApp. Но вы понимаете, только прочитать можем и только ответить. И все. Но WhatsApp автономно в телефоне не работает, как и не работают другие мессенджеры. Вконтакте, да, через браузер можно туда зайти, но на круглом дисплее читать текст, согласитесь, не очень удобно. Поэтому я для себя предпочитаю решение Gear S с прямоугольным логически загнутым дисплеем. Зарядка здесь беспроводная, что тоже удобно. Нет никакого разъема, который очень часто ломается на первой модели Gear S. А вот эти самые крепления сделаны так, чтобы где-то через полгода сломаться, и вы должны покупать новое зарядное устройство. Но я, конечно, применил хитрушку. Я сделал вот так. Эта подушечка, по сути, поплавок от камеры GoPro. Подтыхаю, и очень удобно заряжается контакт, и примыкает туда, куда нужно. Что же касаемо беспроводной зарядки, то это решение гораздо более интересное. Во-первых, скорость зарядки точно такая же, очень быстрая. Во-вторых, выглядит это очень футуристично и отменяет все контакты на корпусе телефона. Зарядка-то беспроводная. Кстати, для информации, я занимаюсь организацией праздников, и досмотрев этот ролик до конца, вы тем самым мне поможете. Не забывайте ставить лайк и делать репосты. Я очень вам рекомендую покупать часы Gear S3, несмотря на отсутствие сим-карты в них в Российской Федерации. Что же касаемо Gear S, да, эти часы классные, но уже они ощутимо во времени отстают. Уже не тот интерфейс, друзья. Не хватает плавности, не хватает некоторого функционала. Да и, собственно, с производства они давно сняты. Если вы купите где-то в магазине Gear S, вот вам принципиально такое решение, гнутый дисплей. Они вам будут очень нравиться. У меня два с половиной года работают вот такие часики. Gear S2 покупать, но не советую, фигня, если честно. Почему нельзя разговаривать? Ерунда какая-то. Gear S3, красивые часы, в очень модном круглом на сегодня форм-факторе. Окей, понимаете, кругляш, котлы, все это на сегодня катит и девчонкам в глаза бросается. Но и Gear S первой модели, девочкам нравится. Подходят и спрашивают, ну как, что за часы? Классные какие? А сколько стоят? Выглядят-то они дорого, а стоят-то всего лишь тысяч двадцать. Поэтому, дорогие мои друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за то, что вы меня досмотрели. Всем пока! Нужно за старое посолить друг другу, чтобы избежать в дальнейшем ссор в вашей семье. То есть, Дима сейчас берет и Полинь за тот момент, когда она не дала, собственно, с гибом посидеть с друзьями, а Полина ему в ответ, когда он все-таки пошел, не спросив у нее. Поехали. Поехали. Не встать, кроме вас, ребят, потому что вы сегодня царь и царица, все я Руси. Мы как бы у вас на поклоне сегодня. Все встает, а вы сидите. Я всегда предоставляю слово первому человеку, который самый стеснительный, который вообще ненавидит микрофон. Этого человека очень легко вычислить. Когда я все это говорю, он начинает специально есть. Конкурс танцевальный. Давай, давай, я с тобой. Я с тобой, братишка, давай. Давай, давай, мы на тебя смотрим все. Могу сказать, что раньше скептически относился к этой традиции, а потом, знаете, начали обращаться девушки, которые поймали рядом на букет. И-э-э-э-э-па! Вот что будет.